И такое решение было отменено, несмотря на все саботажи со стороны Сургутского городского суда. Все мои 19-х ходатайств завернули, не ознакомились с материалами дела, 14 дней не уносили решение. Более 150 звонков во всей инстанции пришлось сделать, чтобы, конечно, пригласили ознакомиться с материалами дела. Но и то не ознакомили. Помощник прокурора Ширяева придумала свой собственный закон о закрытом режиме проведения заседания. И апелляционный суд подтвердил это. Приставы скидывали женщин со скамеек, председатель суда и его зам рассмотрели мои ходатайства как простые обращения. Для нас закрыли 4 из 5 этажей Сургутского городского суда. Апелляция моя написана вслепую, без ознакомления с материалами дела. Послушайте, вся моя деятельность публичная и открытая. Я журналист и инспектор общественного движения по борьбе с коррупцией. Какая секретность, о чем вы говорите? Я буду знать, теперь буду знать. Что, не знали, что ли? Нет, конечно. Заместитель главного редактора СМИ Камчатский регион и инспектор общественного движения по борьбе с коррупцией. Вы мне говорите о правилах, которые нельзя нарушать. Вы вот этим обращением, ну не вы, а вот прокурор Балин, который расписался, он нарушил 212 закон, 212 приказ Генеральной прокуратуры, 45 приказ Генеральной прокуратуры и Уголовно-профессиональный кодекс нарушил. И вы мне говорите, что нельзя нарушать правила? Да, конечно. Ну понятно, вы что-то вообще совсем там это... А кого они разыскивают? Да никого, в том-то и дело, что апелляционный суд признал их, это определение Шестобитова о переводе дела в закрытый режим незаконным. Они не нашли оснований для перевода заседания в закрытый режим. Но они опять могут эту карту разыграть. Всем привет! Сегодня утром из Тургутского городского суда мне позвонила секретарь номер 778-144, это телефон судьи Чех, и сообщила, что меня приглашают 20 февраля в 17.10 в кабинет 515. Я, что-то не проснувшись, подумал, что это приглашает на судебное заседание. И, поторопившись, разместил вот такой пост, что состоится открытое заседание. Что прийти может каждый. Но потом мне народ подсказал, что в разговоре меня приглашали не на судебное заседание, а на беседу. То есть, собственно, уведомили, что мы вас ждем на беседу. И я перезвонил в ссоре выяснить, на что меня конкретно приглашают. На беседу или на судебное заседание. Слушаем разговоры. Слушаю, Сургутский городской обеспокоят приемные судящих. Антон Николаевич Шеферман. Слушаю. По вашему исполнению и наточной беседе дата себя запишите, пожалуйста. Напишу. На 20 февраля в 17.10 в кабинет 515. Что поздно? Суд без хаки работает. До половины что? Ну и что, 20 минут будем располагать. По факту вы себе дата беседы. Если вы в скоротке написали, захватывай на 2-й в 17.10. Написал. Жду от вас в уведомлении. Судя на электронный адрес. Кабинет 515. Отнесение. Благодарствую. Благодарствую. Здравствуйте. Прием на суде. Здравствуйте, девушка. Представьте, пожалуйста. Помощник судей Гайсина. Имя назвите, пожалуйста, в каком образовании. Татьяна Леонидовна. Что вы хотели? Татьяна Леонидовна. Антон Николаевич Булугаев беспокоит. Вы мне сегодня звонили, пригласили на беседу. Правильно, на 2-й в садов-сервале? Я вам звонил секретарь, скорее всего. Так. Так. А что за беседа, я не понял. Подготовка к судебному заседанию. То есть прийти может любой, правильно? В качестве форсии. На подготовку приглашает и административный истец, и представитель административного отвечика. А люди могут прийти в качестве форсии? На судебное заседание, если оно будет открытым, то да. На судебное заседание. Сейчас у нас подготовка к судебному заседанию. Беседа. То есть вы людей не пустите только меня одного, правильно? Мы пригласили вас. Пусть и добры, пожалуйста, явиться на начальное время. И у вас есть еще вопросы? Все понятно. Вы меня не пригласили. Вы меня, как сказать, уведомили голосом? Пас известили. Известили. Пасаду назначена подготовка к судебному заседанию. В письменном виде, пожалуйста. Я не могу идти в первый раз. Вот такие дела. Зашел на сайт Сургутского городского суда, и тут появились две новые записи сегодняшней даты о том, что вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству. С данным определением меня не ознакомили. На электронный адрес не отправили. И вот тут добавилась запись, что 20 февраля состоится подготовка к делу в собеседовании в 515 кабинете. Смотрим, как это было в случае судьи с Шерстобитовым. Тут, в принципе, то же самое было. Вот оно, подготовка дела, собеседование. Но мне до этого вот это определение вынесли, и я его сам забрал. То есть под роспись мне его вручили. Там в этом определении написано, что... Вот я нашел старое определение Шерстобитова, которое он вынес, ну, так же заранее. И тут он сразу пишет, что извести стороны, что подготовка к судебному заседанию назначена на 14.00. Смотрим, подготовка к заседанию, собеседование 14.00. А судебное заседание через 5 минут там же, в том же кабинете. Тут, я думаю, они сделают то же самое, только они специально не показывают... Они не показывают само определение вот это. А сейчас меня приглашают на собеседование, но при этом вот это определение меня с ним не ознакомливает. Что ж, будем истребовать. Мне очень интересно, что там написано. Получается, что если народ придет, я приду, то пропустит только меня на 5 этаж. Ну, а там они тут же в 17.11 сразу сочинят новое определение, что судебное заседание назначено на 17.12. И все, и я там, получается, один буду. И меня там могут устроить любую провокацию. Меня впервые вообще приглашают на такие собеседения. Я ни разу на них не был. Я сразу... Мы всегда садились сразу в процесс. Ну, мы видим, да, что Шерстобитов ровно через 5 минут вынес определение назначения дела к судебному разбирателю. И через 5 минут оно состоялось. Перенесено в виду неявки прокурора и его представителя. А тут они, наверное, хотят сделать либо мою неявку, либо устроить мне провокацию. А еще я выяснил, что впервые в истории ХМАО было полностью отменено решение первой инстанции по делу, где ответчиком являлась прокуратура города Сургут. Я зашел на сайт Хайтамансийского суда апелляционного, окружного. И выяснил, что там находятся 8 дел, которые вообще обжаловались, где ответчиком была прокуратура города Сургут. И что мы видим? Определение оставлено без изменений. Вот единственное решение, где частично отменено определение. Но и то там была суть о том, что отказываются принимать исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда от прокуратуры города Сургут. Такое определение о неприеме искового заявления было отменено. Еще одно определение без изменений, без изменений и без изменений. Получается полностью отменено решение первой инстанции в отношении прокуратуры города Сургут. Только по моему делу. Вот его номер можете найти. Я, конечно, перерыл тут все, но я могу ошибаться. Я других дел не нашел, где полностью отменено решение прокуратуры города Сургут. То есть, по сути, это прецедент для ХМАО. Ну, за всю страну не могу говорить. То есть, на прокуратуру города Сургута у нас редко кто подает в суд. А если подают, то мало кто обжалует решение. И все определения оставляются без изменений. Поэтому пост я изменил. Непонятно, что это будет. Очередная провокация в виде беседы. Или они хотят, чтобы я не пришел на суд таким вот методом. Ну, пока не знаю, что делать. Будем думать. И такое решение было отменено, несмотря на все саботажи со стороны Сургутского городского суда. Все мои 19 ходатайств завернули. Не ознакомились с материалами дела. 14 дней не уносили решения по делу. Более 150 звонков во всей инстанции пришлось сделать, чтобы наконец-то пригласили ознакомиться с материалами дела. Но и то не ознакомили. Помощник прокурора Ширяева придумала свой собственный закон о закрытом режиме проведения заседания. И апелляционный суд подтвердил это. Приставы скидывали женщин со скамеек. Приседатель суда и его зам рассмотрели мои ходатайства как простые обращения. Для нас закрыли 4 из 5 этажей Сургутского городского суда. Апелляция моя написана вслепую, без ознакомления с материалами дела. Ну и много других фактов. Уже все просто не помню. Об этом короткое видео здесь. Весь пакет документов вместе с апелляцией, решениями приложен вот по этой ссылке. Я продублирую эту ссылку под данным видео, которое вы сейчас смотрите. В описании и в комментарии. Какие еще у нас новости в городе Сургут? Губернатор Хмао Комарова признала, что в Хмао силовики нарушают права людей. Ну я тут написал, что мы ждем и требуем отставок и наказаний виновных должностных лиц. А не просто признание нарушения прав человека. Также я обжаловываю три незаконных постановления, написанных под копирку об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении директора ВООК ДЦЖР Русина Алексея Александровича, который повредил мое имущество, телефон. Они их постоянно отменяют решение, выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Я его обжалую, они его отменяют, отправляют на новую проверку. Они его выносят, следующим шагом выносят точно такое же постановление, с точно таким же текстом. Я его опять обжалую, они его опять отменяют. И третий раз, опять, как под копирку, третье постановление точно такое же. Я его опять обжалую, то есть уже его четвертый раз обжалую. И при этом не принимается во внимание никакие доказательства. Факт порчи имущества подтвердила ОМВД ХМАО в рево начальника Сироштан. Русин повредил имущество, а именно сотовый телефон неизвестной марки, принадлежащей Антону Николаевичу. Чем причинил материальный вред на неустановленную сумму. Факт установлен, дальше не хотят двигаться ни в какую. Прокурор Балин у нас начал присылать пустышки. Без исходящего номера, без даты, без указания моего исходящего, без указания исходящего номера моего обращения и даты тоже. Исполнители ни в какую тоже не хотят сообщать. И всячески меня убеждают, что не имеют права сообщать такую информацию. Здравствуйте, Антон Николаевич Булгарьков. Я получил Ваше письмо. Вы написали свой исходящий. Это замечательно. А вот тут дальше, следующая строчка идет на номер от такого-то, и там пусто. То есть там должны быть прописаны мои исходящие, моя дата моего обращения. Там не должно быть написано, потому что, смотрите, мы в первую очередь отвечаем на то, что проводительное письмо, которое пришло нам и спустилось с округа. Так, ну у вас же там приложение есть, вы же можете открыть. И по правилам, как бы, этого мы не делаем. Чего не делаете? Мой исходящий не можете сообщить? Вы свой исходящий не знаете? Так, ну вы вообще никаких данных не сообщаете. Я по 10-20 обращения подправляю каждый день. Как мне определить, как вы сообщаем? А? По телефону не сообщаем данные. Ну как-то не сообщаете? Это что, секретная информация, что ли? Ну, я же не знаю, с кем я разговариваю. Ну, давайте я вам по электронке сейчас напишу о своем имени. Нет, если вы с чем-то хотите прийти и ознакомиться, то можете, в принципе, это сделать. И что, вот как по каждому обращению к вам приезжать, что ли? Ну, получается, что да. Издеваетесь, что ли? Да нет, потому что такие правила. Так меняйте свои правила. Это, в первую очередь, ваших интересов, потому что, как бы, здесь идет защита ваших законных интересов и прав. Потому что могут быть какие-то нелеворожелатели, которые интересуются этой информацией. И, в принципе, вот поэтому мы ее не предоставляем. Послушайте, вся моя деятельность публичная и открытая. Я журналист и инспектор общественного движения по борьбе с коррупцией. Какая секретность? О чем вы говорите? Теперь буду знать. Вы не знали, что ли? Нет, конечно. Заместитель главного редактора СМИ Камчатский регион и инспектор общественного движения по борьбе с коррупцией. Очень интересно. Первый услышал, но вам буду знать. Ну, я вам направлял предложение взаимодействия Балина. Он что-то проигнорировал, ничего не ответил от имени комитета. Может быть, не в курсе. Так вот, меня интересует номер моего исходящего. И хотя бы тему назовите. О чем было это? Информацию в любом случае не предоставляю. То есть вы отказываетесь вообще какой-либо информацией? Нет, информацию по телефону не предоставляю. Так, как мне быть, чтобы не ездить к вам? Как можно? Я вот с вами сейчас пытаюсь по-человечески решить вопрос. Понимаете? Да. Если вы не пойдете навстречу, я буду писать жалобы. Это ваше право. Да. Ну, так вот, у меня к вам вопрос. Вы пойдете мне навстречу? Поможете решить вопрос нормально? Вот я вам говорю еще раз. У нас есть определенные правила. За рамки этих правил мы не можем выйти. Я вас прекрасно понял. Не выходя за рамки ваших правил, там, как-то можно узнать информацию о том, о чем вообще было обрешено? Я знаком. То есть это единственный способ? Ну, получается, что так. Ни тематику, ни дату, ни номер курс, ничего не сообщено. Я вам еще раз говорю, я не знаю, с кем я говорю. Я не могу удостовериться. Вы вот сами подумайте, вот это может быть просто в нарушении ваших интересов, ваших законных прав. Ну, я вот вам сейчас по почте отвечу, направлю письмо. Вы сможете мне в ответ? Так не ведем. Как-то не ведете? Я бы только что звонил, мне бы прислали новый документ. Потому что вы в своем заявлении указали свою электронную почту. Но переписку там не ведем. Да как-то не ведете, если мне звонила, насколько я помню, помощник прокурора и просила предоставить нам ссылку на видео или еще что-то. Я отправлял, и все нормально, мы им взаимодействовали. А вы что? Она вам отвечала по электронной почте. Ну, вы же ответили. Я направил вам запрос. Точнее, ответ на ваше обращение. Да, я вам позвоню по телефону, вы мне направили по электронной почте. Это не переписка. Как-то не переписка. Вы совершенно другой документ отправили. Новый. С исходящим номером. Там переписка была? Было. Я вам сделал устный запрос, вы мне направили документ. То есть, это тема работает. Еще какие-то остались. Отказываетесь общаться. Хорошо, ждите же. А? Нет, почему. Просто на ваши вопросы текущие я ответил. Если есть... Нет, не ответили. Вы нарушаете закон 59 ФЗ. Устное обращение не хотите рассматривать. Полный, мотивированный, обоснованный ответ не хотите дать. По поводу чего? Вы не сообщаете никакой информации, не аргументируете ничего. Вот смотрите, я вам аргументированно ответил. В таком ключе, как вы сейчас спросите, я не могу предоставить. Но это не правда. Вы... У вас есть и техническая возможность, и... Я не знаю, из чего взяли, правда это или неправда, но вот это правило. Что? Какое правило? Такую информацию не предоставлять по телефону. Ну, это неправда, мне предоставляли такую информацию. Ну, я не знаю, кто это делал. Это не является секретной информацией, и я не знаю, вы что, у вас какие-то санкции за это будут, или что? Это правило. Здесь нельзя нарушать, мы не можем выходить. Вы мне говорите о правилах, которые нельзя нарушать. Вы вот этим обращением, вот, ну, не вы, а вот прокурор Балин, который расписался, он нарушил 212 закон, 212 приказ Генеральной прокуратуры, 45 приказ Генеральной прокуратуры, и уголовно-профессиональный кодекс нарушил. И вы мне говорите, что нельзя нарушать правила? Да, конечно. Ну, понятно, вы что-то вообще совсем там, это... У вас еще вопросы остались? Да нет, все понятно, я получил, я оцениваю ваш диалог со мной, как отказ предоставить информацию. Есть жалоба. Это ваша права. Благодарствую. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. А с кем я разговариваю? Помощь прокурору Трахманова и Геннадий Китин. Здравствуйте, Антон Николаевич Булгаков. Вы мне полтора часа назад направили уведомление при направлении моего обращения в Следственный комитет. Да. Будьте добры, сообщите мой номер исходящего моего обращения. Большего исходящего? Да, да, да. Сейчас, так, сейчас, по-моему, отнесло уже ваше обращение. Подождите. О, вот вижу. Триста шестьдесят пять от третьего сурля. Про домогрева, да? В обращении от СМИ. Да, да, да. Так, хорошо. Благодарствую. Заместитель прокурора Лукьянов тем же самым занимается. Присылает отписку, в которой сразу мы нашли восемь нарушений. И тоже вот по Русину, что нарушений не обнаружено. Мы, естественно, каждую такую отписку обжаловали в пустышке. И это принесло свои плоды. Исполнители нашли элементарное решение. Они начали указывать в теме обращения, в теме письма, исходящий номер и дату моего обращения. Вот решение найдено. Процесс пошел. Лед тронулся, как говорится. Еще одно событие. В прошлом году, в августе 2019 года, к нам в Сургут приезжала комиссия Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. И они опубликовали просто гигантский отчет, очень большой текст. Ну, в общем, кому интересно, почитайте. Они вынесли рекомендации, я так понял, ни одного уголовного дела не заведено по данным нарушениям. Я думаю, они вот это определение будут всячески придерживать и не выдавать на него. И могут отправить его буквально за один день или в тот же день. Возьмут 20 февраля, вышлют на почту. И пока она будет идти, они назначат заседание на 17-15, допустим. Ну, а как мы слышали из разговора с секретарем, они хотят в одно это собеседование пропустить только меня. А потом на этом собеседовании просто вручат повестку. На судебное заседание, которое состоится через 5 минут. Все, я там буду один. Да, их там будет много. Кто там? Судья, секретарь, два прокурора, представителя и как минимум два пристава. Ну, получается 6 к 1. Дело поступило 6 февраля в Сургутский городской суд. И определение вынесено спустя 5 дней. С определением меня никто не ознакомил. Ну, завтра будем звонить в Сургутский городской суд и требовать, чтобы выслали данное определение мне на электронную почту. Слушай, ты не против попасть в видеоролик? Я вместе с тобой диалог запишу. Я с тобой разговариваю, я хочу это, видеозапись я сейчас включил у себя на компьютере. Я хочу вместе с тобой этот разговор записать. В общем, они такую штуку хотят сделать. Они хотят меня на это собеседование запустить. Я же звонил секретарю, она мне четко сказала, что пропустит только вас. Я, естественно, туда постараюсь зайти не один, с доверенными лицами. Соответственно, они мне опять то же самое заявят, что мне нужна доверенность, нотариально заверенная на моих представителей. И у этих представителей обязательно должно быть юридическое образование. А что это за требования такие? Мы свободные люди, имеем право приходить. Это что за отбор такой? Такого не должно быть. Получается, что в суд может приходить только человек, который имеет какие-то удостоверяющие личности, удостоверяющие документы об образовании юридическом. Это что за смех? Такого не должно быть, я лично считаю. Они обязаны пропустить тех людей, которые хотят присутствовать. Это что за такое зэковская, скажем так, организация зэковской беседы? Ты проходи один, а все остальные, это что, арестованы? Нет. Осуждены? Нет. На каком основании они тебя ограждают от присутствия людей? Ну вот смотри, что они сделают. Вот мы придем, да, все там, допустим, человек 20-30. Они скажут, вы что пришли? Я скажу, мне назначено это, собеседование. Они скажут, хорошо, проходите. А допустим, ты захочешь прийти, они скажут, а вы что пришли? А ты скажешь, а я с ним на собеседование. Они скажут, а вам собеседование не назначено. Вы не являетесь ни ответчиком, ни истцом. Короче, вас это не касается. Мы вас не пустим. Все, все, все вот эти, вся моя поддержка останется снаружи. Они их не пустят. Я туда, смотри. Скажи. Подожди. Да слушай, я туда поднимаюсь, допустим, да. У них два выхода. Либо мне это, устроить провокацию, ну, на всем этом пути. Либо это, ну, в здание это, либо в заседание одного запустить. Они что сделают? Они меня пригласят в кабинет и там же вручат определение, скажут. Судебное, вот, ознакомьтесь с новым определением. Судебное заседание назначено через 5 минут. Все. Понимаешь? И при этом меня могут там, я не знаю, отнять все мои документы, там, не знаю, телефон. Он, я не знаю, побить, там, подкинуть что-нибудь. Ну, что угодно могут сделать. Понятно. А вас, а вас не пустят. Типа, вы же на собеседование пришли, мы вас на собеседование не пустим. Потому что собеседование, это, типа, отдельный, там, я не знаю, какой-то процесс, на который, типа, ну, нельзя всем приходить. Только этим сторонам по делу. Все. Антон, ну, ты же можешь сделать заявку на присутствующих? Что значит заявку? На собеседование? Да. Да. Что ты будешь не один. Не, ну, я так скажу, они скажут, нет, мы вас не пустим. И что мне делать? Вот я уйду, да? Не, ну, я понимаю, да, вот, если они со мной никого не пустят, мне туда опасно ходить. Я не, я, я скажу, я, я туда, вот, я... Скажи. Подожди, подожди. Это доверенность? Если меня туда, скажем, не пригласили, то доверенность я сделаю, она никому не нужна, и буду ее теперь носить с собой. И не, ну, как не нужный предмет. Ну, вот, смотри, подожди, об этом мы потом поговорим. Я тебе сейчас хочу для всех то, что информацию озвучить. Смотри, они меня, допустим, это, я прихожу на собеседование, они говорят, пройдет только Булгаков. Ну, как обычно там, помнишь, в этот, в отдел полиции, когда я, это, начальника полиции на словесную дуэль вызвал, был вынужден. Вот, они скажут, пройдет только Булгаков. Я, естественно, откажусь, потому что мне, мне вот эти все их провокации нафиг не нужны. Они, они это все оформят, типа, Булгаков отказался, это, от собеседования, все нормально. А они возьмут и тут же определение вынесут, через пять минут назначить заседание. И все, и они без меня проведут заседание, напишут, что, типа, отложить там, или сроки начнут затягивать, или вообще рассмотрят в моем отсутствии, понимаешь? То есть, они это воспринимут, что, типа, я вообще не пришел. А если я пойду, то пропустят только меня. Вот какой они. Что это за беспредел, ничего не понимают. Вот такую вилку они хитрую придумали. Потому что, в прошлый раз, Шестобитов сделал точно так же, но я сделал ход конем, я тут же пришел и забрал это определение. Вот сейчас, по идее, мне нужно истребовать вот это определение, которое они там вынесли. И я уверен на 90%, что там они написали, что назначить собеседование на такое-то время. А само заседание там не будет указано. В определении Шестобитова сразу было указано, что назначено собеседование и через 5 минут само заседание. А здесь они сделают просто собеседование, чтобы пропустить только Булгакова. И как только они меня пропустят, если я пройду один, то они сразу вынесут определение о том, чтобы назначить судебное заседание через 5 минут. Все. Но это все мои предположения. Как там на самом деле будет, я не знаю. Но я пока вот такие варианты вижу. Ну, сейчас просчитай все, продумай. И как тогда решить, как мы сможем туда зайти? Под каким предлогом? Не предлогом, а это надо, получается, искать человека с юридическим образованием, как минимум двоих, и выписывать на них... С ума сойти. А еще, и даже если я этих юристов найду, они, вот как помнишь, я с материалами дела ознакомился, они же мне отказали в присутствии моих доверенных. В связи с тем, что, ну, типа, там содержатся секретные сведения, оперативно-розыскная деятельность, мои персональные данные и все остальное. То есть, у этого юриста, который будет со мной, с доверенностью, еще и должен быть спецдопуск к секретным материалам, к гос.тайну. А что там за секретные такие? Я ничего не пойму. Оперативно-розыскные мероприятия охраняются государственной тайной. А кого они разыскивают? Да никого, в том-то и дело, что апелляционный суд признал их, это определение шестобитов о переводе дела в закрытый режим незаконным. Они не нашли оснований для перевода заседания в закрытый режим. Но они опять могут эту карту разыграть. Я тут просто, вот сейчас я уже записал этот, я тут выяснил, что до меня ни разу полностью решение Сургутского городского суда по иску к прокуратуре города Сургут ни разу полностью не отменялось. То есть, у меня такой прецедент пахмал. Ну, прецедент на беспределе. Ну да, я же вообще вслепую обжаловал это решение и выиграл. Получилось. Так что давайте, я не знаю, вот получается мне нужно как минимум двух адвокатов найти. Каждый из них за такое присутствие затребует как минимум 20 тысяч, плюс 6 тысяч на доверенности. И получается где-то 46 тысяч мне надо найти где-то. Понимаешь? Ну, надо обсудить с народом этот вопрос. Нет, я не хочу, чтобы народ скидывал с деньгами на такую фигню. Я думаю, мы сейчас что-нибудь придумаем, другое решение какое-нибудь. Потому что я уже... А если есть возможность, давай. Ну вот, да. Ну, я уже разговаривал с несколькими адвокатами. Они... Ну, и правоведами. Они сказали, что тебе, вот когда я с материалами дела не мог ознакомиться, они сказали, тебе однозначно нужен адвокат, которому ты там заплатишь минимум 15 тысяч, чтобы он просто с тобой пришел и как этот очевидец поприсутствовал, когда ты знакомишься с материалами дела. Чтобы у него... Почему именно адвокат с юридическим образованием? Потому что у них есть доступ к секретным материалам. Которые якобы там есть, понимаешь? Они же на словах это утверждают. А вот если меня одного пропустят, я же не смогу им это там все им разъяснить. У меня просто телефон изнимут или по руке ударят, но он разобьется и все. И меня ни видео, ни аудио, ничего не останется. Ну, все решаемое. Ну, да. Сейчас будем думать, как это все решать. Поговорим, обсудим. Добро. Ну, все, тогда будем следить за ситуацию. Быстро. Все? Все, давай тогда, удачи тебе. Добро. Давай, благодарствую. До свидания. До свидания. На этом почти все. Завтра мы едем в администрацию города Сургут забирать заверенную копию устава. И потребуем предоставить оригинал для сверения. Подписывайтесь на Сургутнадзор в Telegram. Там я размещаю все аудиозвонки с должностными лицами. Следите за новостями. На этом все. Благодарствую. И народ, каждый из вас, если не согласен с действиями должностных лиц или служащих, вы каждого из них можете вызвать в суд всего за 300 рублей. Оплачивайте госпошлину, готовите иск, подготавливайте все доказательства и подаете в суд. При этом подаете кадатайство о видении аудиописьменного и видеопротокола и снимаете все на видео. Прямой эфир. Каждого, кто нарушает клятву и присягу, можно вызвать в суд всего за 300 рублей. Увидимся в суде. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok